Всем привет! Вы смотрите Супер Афиш на городском телеканале ЮТВ. Именно мы, те люди, которые расскажут вам, куда сходить в Оренбурге с 16 по 20 мая. На этой неделе мы, конечно, нашли для вас интересные и разноплановые события, чтобы никто не остался обделенным. Мы, это я, Дарья Казакова, и странный человек, который придумал много шуток про завод Стрела, Алексей Чернов. А также сегодня у нас с нами будет, так скажем, помогать нам разбираться, куда сходить, а куда ей, может быть, не стоит, большой человек, комик, ведущий, эксперт в области комиксов, плейбой, Сабир Едгоров. Привет, Сабир. Здравствуй, Алексей. Привет, Сабир. Сегодня начать хотели бы с кино, хотя обычно мы этим заканчиваем. Просто на этой неделе много интересных премьер. Начнем с того, что было ранее. Вот сейчас процентов 30, наверное, после 9 мая, это фильмы на военную тематику. Как к такому кино относишься? Если честно, все мы любим фильмы о войне, есть очень много классных фильмов, но в последнее время таких фильмов становится все больше и больше, и они выходят примерно в один и тот же период, и из-за этого перенасыщение некое ощущается в этом плане, потому что по телевизору идут какие-то хорошие фильмы, в кинотеатрах выходят фильмы про войну, поэтому их становится очень много и очень сложно уделить всем внимания, поэтому половину из них пропустил. И с последним на военную тематику я смотрел Т-34. Назначенный день. Ты выйдешь на полигон и покажешь все, что ты умеешь моим курсантам. Ты разумеешь, что я тебе скончить должен. Довольно-таки интересный фильм, необычный. Есть там небольшие неточности в плане исторических моментов, но зато он снят очень качественно, красочно, и его интересно смотреть. Вот если сравнивать кино на военную тематику, которая снималась, например, в СССР, и то, что выходит сейчас, в том числе тот же Т-34, он, может быть, выигрывает по спецэффектам, каким-то еще моментам, но в целом тебе что ближе? Ну, конечно, те люди, которые снимали в СССР эти фильмы, они все-таки прочувствовали на собственной коже, прочувствовали все тягости этих моментов и точно знают, что такое война. Поэтому и передавали все эмоции, все вот какие-то тяжелые моменты, которые были, они искренне смотрелись, они смотрелись по-настоящему. То есть люди не врали, они просто, грубо говоря, пересказывали то, что с ними происходило, потому что большинство артистов, я знаю, там непосредственно участие принимало Великое Отечественное, поэтому в любом случае кино, которое было снято теми поколениями, оно всегда будет более достоверным и более будет смотреться, не знаю, более живым, более настоящим. А то, что снимается из последнего, очень много недостоверности, очень много и исторической недостоверности, и просто какой-то фантастики, где два снаряда летят и касаются друг друга, и потом какие-то странные рикошеты, которые в принципе невозможны. Ты что задумал? Да ты нагадайся. Зрелищно, с одной стороны. С другой стороны, все равно, это же не по-настоящему, это чувствуется. Ну, ты ты вот так говоришь о всех исторических неточностях, но здесь могу вспомнить фильм «Бесславные ублюдки», который себя вообще никогда не ассоциировал с тем, что это реальные события, но при этом классные. Потому что изначально говорится о том, что, типа, это фильм не на реальных событиях, это мы просто придумали, это больше такой угар и трэш, это же неправда. А когда фильм помпезно выходит и говорит о том, что, типа, основано на реальных событиях, и из реальных событий там только название танка и каких-то фамилий даже, можно так сказать, то это не круто. Ладно, про 9 мая давай закончим. Сейчас отгремел, так скажем, День Победы, и постепенно в кинотеатры стали пускать уже иностранные премьеры, и вот первое, о чем, наверное, сегодня поговорим, это Джон Уик 3. Ну, боевик крутейших, наверное, как вообще относится к киллеру-собачку. По-вашему, он выберется? Награда за его голову 14 миллионов. За них передерутся все в этом городе. Я бы сказал, шансы равны. Док, 5 секунд осталось. Время Джона Уика истекает через 3... 2... 1... Вот мы и начинаем. Мне нравится. Мне нравится, вообще, я первую часть, когда посмотрел, я был в диком восторге, потому что, во-первых, меня порадовал мотив. Обычно у киллеров всяких у них очень серьезные мотивы, у них обычно либо крадут жену, либо крадут еще кого-то из членов семьи или убивают, а здесь, по факту, причиной конфликта стала собака. Я соглашусь, наверное, что бывают такие ситуации в жизни, когда настолько сильно любишь своего маленького питомца, что ты готов идти и кромсать, тем более, что Джон Уик это умеет. Это, получается, у него лучше всего, поэтому за этим интересно наблюдать. И, ну, это кажется оправданным, то есть раскрывается вся его любовь к машине, к собаке, что у него эмоциональная привязанность, поэтому ты всегда ему сопереживаешь. Ну и, конечно, самая крутая фишка этого фильма – это все-таки боевая часть. Что мне очень сильно понравилось в этом фильме – убийства и вообще вот эти сцены экшена, они поставлены как танец. Кажется, будто действие идет непрерывно, то есть нет каких-то больших склеек и очень много выполняется всяких акробатических трюков. И смотрится все это живо, то есть картинка экшен происходит быстрой и невероятной, но при этом не создается такого впечатления, как, например, от форсажа. Создается, ты смотришь и понимаешь, что, типа, это, ну, это нереально, это не по-настоящему. А здесь как будто вот есть такие люди, которые могут пачками убивать других людей, и это интересно смотреть. И Джон Вик, он тем и хорош, что ты ему веришь, ты ему переживаешь. И я на третью часть обязательно тоже хочу сходить и посмотреть, чем же все-таки закончится охота на Джона Вика и кто в ней одержит победу. Но все-таки с точки зрения сборов, да, у нас Джон Вик – это такой типичный боевик, экшен, и после «Мстителей» наберет фильм кассу или все-таки нет? Я думаю, что да. Во-первых, у нас очень мало стало боевиков классических. Вот я на вскидку уже сейчас не вспомню такой фильм, где один человек идет и убивает армию. Таких фильмов на самом деле не хватает, хороших таких фильмов, потому что есть ощущение, что все жанры прогрессируют, кроме вот тех самых боевиков, которые мы любим, где стволы, драки и машины, вот это вот единственное, там, я не знаю, форсаж приходит, и то он уже превращается в какой-то супергеройский фильм. У Джона Вика взрослая аудитория, я думаю, что это большинство людей, которые скучают по тем самым боевикам, где много насилия и мало каких-то вселенских проблем. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но мы соскучились по фильмам, где просто убивают других людей. Вот так вот. 16 мая во всех кинотеатрах Оренбурга стартует крутейший боевик «Джон Вик-3». Вот сейчас, допустим, вы видите расписание в «Синема-5» на ближайшую субботу, 18 мая. Билеты от 180 до 400 рублей. Далее у нас такой неоднозначный фильм, который также вот скоро появится в прокате. Это «Детектив Пикачу». Что это вообще такое? Здесь сложно сказать. Вообще здесь два варианта исхода событий. Первый вариант о том, что это фильм, который хочет заработать много денег, играя на наших с вами чувствах, на нашей ностальгии, который попытается вытянуть наши деньги за счет того, что мы увидим знакомых нам из детства персонажей. Ты можешь говорить с людьми, а я с покемонами. Если хочешь найти отца, мы нужны друг другу. Мне не нужен покемон, а первоклассный детектив. Это первый вариант, который не хотелось бы наблюдать в кино. Второй вариант, который мне больше хотелось бы увидеть, это о том, что будет классный фильм про вселенную, в которую есть покемоны и есть Пикачу. Не просто Пикачу, он еще и детектив. Но все-таки есть чувство у меня, что этот фильм чисто для того, чтобы вот фан-базу пригнать. Может быть, ну давайте вот разберем со всех сторон. Может быть, это будет фильм, который будет и про деньги, и про хорошее отношение к канону. Такое ведь тоже может быть. Например, Логан, Росомаха. Он же, по сути, и про деньги, и про... Я так считаю, что... Но про деньги? Насколько про деньги? Ну, слушай, когда выходит анонс о том, что Росомах умрет, это всегда про деньги. С Логаном они как раз сделали так, что типа они не изгнались за деньгами, они хотели именно достойно похоронить. Но это получилось. Это всегда... Когда ты за ними не гонишься, они получают. Не всегда. Там тоже чисто фан-базы сработали на лознях. Ладно. Нет, сейчас не будем. Ты на самом деле, так сказать, предвосхищаешь мой вопрос. Ты в самом начале еще бы сказал про ностальгию. Я вот хотел в этом аспекте у тебя уточнить. Вот смотри, Покемон Пикачу, да? Детектив Пикачу. Сейчас еще вдогонку Соник выходит. Сейчас у нас киноэпоха такая ностальгия вообще? Нет. Просто поколение людей, которое выросло на этих фильмах, оно стало платежеспособным. И те, кто сидят там высоко наверху, я думаю, это чувствуют. Чувствуют, что те люди, которые будут ностальгировать по конкретному отрезку времени, они уже готовы платить не только за себя, но и за свою жену, и за своего маленького ребеночка. Поэтому с точки зрения финансов, я думаю, что это максимально выгодно. Я думаю, что пройдет какое-то время, грубо говоря, лет 10-15, и уже подрастет новое поколение, и мы уже будем смотреть, не знаю... Экранизацию Лунтика. Экранизацию Лунтика или фильм, не знаю, автобиография про ЛДжей. Что? Кстати, а что еще дальше? Что еще могут снять? Вот из, так скажем, из наших, что я еще помню покемонов? Я думаю, что это будет, не знаю, свинка Пеппа против зомби или что-то такое. Вот получается, сейчас тем, кому 12, по сути, наверное, это когда уже Дисней появился на, скажем так, 22 вещательных каналах, появился Дисней, и что у нас там на Дисней выходит? Сейчас никто не смотрит мультики, как мы смотрели их, потому что сейчас контента так много. Зачем смотреть мультики про Джинджер, когда можно посмотреть Мстителей? Тебе 14 лет, ты спокойно можешь купить билет в кино, там, выпросить у мамки денег или сэкономить на обедах и пойти посмотреть такой экшен, который, в принципе, ни один сериал не может подтянуть. Поэтому мультики, такие вот сериальные, они больше вот для маленькой аудитории, пока ты не в состоянии выбирать сам какой-то контент. А когда тебе уже 12-14, у тебя есть интернет, ты можешь смотреть все, что ты можешь смотреть в Gravity Falls. Видимо, статуя указывает на следующую подсказку. Фу, она ковыряет у меня в носу! Мэйбл, смотри! Ха! Ну и кто глупая пасифика? Бам! Ау, ау, ау! Ладно. Нет у тебя ощущения, что мы живем в эпоху ремейков, и ремейки снимаются еще отчасти потому, что, может, мы что-то новое придумать просто не можем. Я согласен с тобой отчасти, потому что не то чтобы сценарии списаны, просто все-таки, мне кажется, большинство людей забывают, что киноиндустрия – это прежде всего бизнес, а после уже что-то творческое. То есть это когда-то было только творчество, которое приносило много денег, а сейчас это много денег, в которое иногда добавляют творчество. Поэтому выгоднее в любом случае создавать франшизу, выгоднее делать ремейк, выгодно снимать то, на что есть уже фан-база. Раз однажды я навалял этому громиле, то наваляю еще. Приятель, ты что делаешь? Не могу, когда смотрят. Вытащи меня отсюда! Пика-пика! Также 16 мая во всех кинотеатрах Оренбурга стартует фильм «Покемон. Детектив Пикачу». У вас на экранах прямо сейчас расписание киносеансов на ближайшую субботу, 18 мая. А стоимость билета будет от 180 до 400 рублей. Вернемся туда, откуда начали. Вот из двух фильмов, которые выходит «Детектив Пикачу» и «Джон Вик», куда в первую очередь пойдешь? Я думаю, что я на опыт схожу. А в первую очередь я, наверное, схожу на «Детектива». Потому что я не смотрю... Ну, это же новый фильм. Все равно «Джон Вик» я знаю, что там будет. Я знаю, что я приду, сяду и два часа буду смотреть, как Джон Вик просто танцует танго на чужих костях и такой «Мисси, за нас, за двор!» Стреляй в упор! А «Детектив Пикачу» это будет уже вот интересно. Либо мы все, скажем, выйдем и скажем «Вау, вот чего нам не хватало». Знаешь, когда выходила эта игра «Покемон Гоу»? Да. Просто на пару месяцев мир сошел с ума, все просто ходили по улицам и... Да даже я поехал в национальную деревню, чтобы ловить покемонов. Так что... Плюс интересно, что из этого получится. Говорящий покемон, и такого раньше не было. Ну, посмотрим. С фильмами мы на сегодня закончили, но от темы кинотеатров далеко отходить не будем. И дело все в том, что помимо кино у нас показываются также и спектакли иногда, например. Вот в «Синема 5» 20 мая будет показано два спектакля Большого театра. Ты вообще как относишься к такому? Я думаю, что смотреть спектакль в кинотеатре – это все равно, что кататься на искусственном льду. В принципе, ты катаешься на льду, ты на коньках, все вроде бы нормально, но все равно это же не то. Ты теряешь, собственно, весь кайф. Поэтому, если вы прям большой любитель спектаклей, то есть вы понимаете, что вся драматургия, она передается только вот таким способом, то, конечно, я думаю, ну, это круто, что кинотеатры показывают. Я думаю, что такие люди есть, и они обязательно пойдут и посмотрят. Поэтому это хорошая возможность прикоснуться к чему-то прекрасному. Я всем советую. Увидеть карман Сюиту и Петрушку можно будет здесь, в Cinema 5, в ТРЦ «Север» в 20.00 20 мая. Стоимость билетов – 450 рублей. От всего театрального, киношного, так скажем, перейдем к следующей сущности Сабира, к его, так скажем, сущности комика. У вас 16 мая что-то планируется. Расскажи, что это такое? 16 мая в Хэридс Пап состоится открытый микрофон, где будет стендап вечер, открытый микрофон, где наши комики, которых не было целые майские праздники, вновь ворвутся на сцену и будут рассказывать классные, смешные истории. Поэтому, друзья, все, кто еще не был на стендапе в Оренбурге, обязательно приходите, будет весело, смешно, послушайте классный стендап. Вообще стендап в Оренбурге – это то же самое, что нам по телевизору показывают? Или есть какие-то отличия? На самом деле оренбургский стендап отличается. Во-первых, все-таки давайте говорить, что по телевизору телевизионный формат стендапа, и он немножко, скажем так, в рамках приличия. На оренбургском стендапе у нас нет рамок, юмор без границ, шутим. Почти обо всем все-таки некоторые темы табу в виде человеческой адекватности. Ну вот как раз про темы, что сам выбираешь и о чем другие шутят у вас? Я выбираю, стараюсь, во всяком случае рассказывать какие-то истории из своей жизни, просто немного их приукрашивать и добавлять в них какого-то юмора, колорита, может быть. Другие люди рассказывают по-разному. Есть те, кто рассказывает про свою жизнь, про свою личную жизнь. Есть люди, которые рассказывают про общие проблемы, то есть, ну, что-то, не знаю, связанное с государством, с политикой. Какие-то вещи, которые знакомы всем. По сути, стендап – это вот место, где можно выпустить пар. И эмоционально тебе становится легче, потому что, в принципе, смех, он в любом случае делает жизнь чуточку приятнее. А тут ты пришел в хорошую компанию, посмеялся, и вечер хорошо удался. Ну, мне кажется, что со стендапом уже плюс-минус все понятно, люди уже приняли этот формат и в большей части знают, что это такое. Я вот знаю также, что у вас несколько раз уже проходила прожарка. Как Оренбургская публика реагирует на такое, и интересно ли вообще звезды нашего местного разлива? Звезды интересные, прожарка классная, всем все нравится, потому что формат очень сурового юмора, которого раньше у нас не было, поэтому он людям очень нравится. Единственное, что есть небольшая проблема у этого формата, точнее, у нашего города, что, как оказалось, каких-то действительно знаменитых личностей, их не так уж и много. Но пока они есть, но пока они есть, поэтому мы стараемся тщательно готовиться и подпускать как-то редко, но хорошо. Не знаю, насколько тебе близка вся эта тема с музеями, но вообще 18 мая по всей стране и в нашем городе, конечно, тоже проходит Ночь музеев. Сам когда в последний раз был вот в музее? В музее я был на ночь в музее в прошлом году, на самом деле. Во-первых, порадовало, что, оказывается, есть много таких же умных, кому нечем заняться ночью в этот день. И были даже не то, чтобы какие-то очереди или что-то такое, просто было очень много народу. Классный вечер можно провести, всем советую. Музей – это взгляд на себя самого через призму времени. Вот так. 18 мая придет глобальная акция Ночь музеев. Учреждения культуры в этот день будут принимать своих посетителей до 22.00. И тематические события намечены в музеях ИЗО, Крывеческом и Музее истории Оренбурга. Где-то вход бесплатный, а где-то 50 рублей. Так, ну и в конце. Не было у нас когда такой традиции, но сейчас хочу ее именно с выпуска с тобой завести. Последний вопрос всегда гостям задавать. Чего из мероприятий, из каких-то развлечений в Оренбурге тебе лично не хватает? Мне не хватает мероприятий на больших площадях, мне не хватает мероприятий какого-то опен-эйра. Мне не хватает чего-то, чтобы происходило массово, где-то вот в самом классном месте города. Допустим, я не знаю, возле национальной деревни или где там собирается вся молодежь. То есть вот что-то, что организовано администрацией нашего города, но организовано не в целях каких-то определенных праздников, мероприятий, а вот чтобы они пришли и сказали, молодежь, вот вам ресурсы, творите, сделайте что-то классное, интересное. Вот такого мне не хватает. На этом у нас все. С нами сегодня был Сабир Едгуров, как мы уже перечислили, человек с множеством личностей, ведущий, комик, эксперт в комиксах. Везде-везде-везде. Спасибо тебе большое. Спасибо. Для вас эту афишу проводили Дарья Казакова. И Алексей Чернов. Любите спорт, музыку, кино, искусство, театр, много-много всего еще, и тогда ваша жизнь никогда не будет скучной. А еще смотрите афишу в следующий раз, конечно, тоже. А на сегодня наш выпуск завершен. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok